ждем доброе утро страна привет привет доброе утро так мои хорошие давайте знаете как начнем ждать всех не будем потому что время у нас идет мы сейчас начнем с вами сразу же с гардероба еще раз здравствуйте всем мы начнем шить не теряя времени и будем мы шить с вами сейчас я вам план расскажу план как мы будем работать значит по одной и той же выкройки можно сшить несколько клуб платьев да и я вам буду разными способами вот о чем хотела сказать и мы с вами будем это все делать то есть я буду шить в прямом эфире потом второй способ я вам буду просто выкладывать видео мне уже записан один способ просто там не сохранилась одна часть где выворачивать там но я вам все покажу во первом способе чтобы вы просто знали и хотели применяли то что вам удобнее это что быстрее можно как быстрее можно шить куклу хорошо и так давайте перемещаюсь а где у меня тут вот она и так вот такое платье у нас мы будем первое делать начнем с легенького до чтобы 1 раз и быстро она двойной то есть вот так и вот так и получается платье сегодня я вам покажу немножечко другой способ а такое платье я вам пришлю видео завтра не завтра сегодня же выложу сегодня я должна его сделать и выложить для этого меня не слышно так почему опять не слышно у меня полную громкость вот так слышно девчоночки слышно да все едем дальше берем выкройку я вам выкройки прислала и вот на этой выкройке есть еще вот такая вот полосочка что идет вот здесь она идет это мы с вами платье шили в первом этапе где мы пришивали сюда что мы пришивали туда я уже забыл а вот такую из из той же ткани оборочку слышно хорошо отлично сейчас мы для увеличила немножечко чтобы нам сшить другое платье для этого нам нужно две ткани два разных цвет нужно одинакового цвета я не говорю что разного примута можно одинаково вырезаем не вырезаем а сначала обводим выкройку если у вас вопросы возникают по ходу вы спрашиваете потому что я чуть сразу даже и первый эфир сегодня я смутилась так что же сказать то надо что же сказать надо кроме как поздороваться мы обводим все и вырезаем прям одну часть мы вырезаем что-то у меня прям место тут мало вырезаем и так 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 вот здесь мы немножечко прибавим ты на какой стране рисуем все на изнаночка на изнанке так везде в общем прибавляем а здесь мы вот таким вот образом все вот у нас получилось вот такая деталька находим серединку берем свой красивенький прекрасен кий элемент вот у меня вот такой будет вот такой и ставим вот так отмечаем серединку чтобы с той стороны у нас была заметочка про вашего мальчика так вот тут у нас серединка не здесь серединка то есть мне нужно кота прилепить где-то вот так посереть я беру клей на кстати это если у меня он на клей момент будет сажаться поэтому я сейчас его не буду приклеивать если у вас что-нибудь такое что нужно пришить то вы сейчас пришиваете чтобы на этой стороне ничего не было вот у меня эти большой гриб я нашла и я его пришила сразу же к той стране где он должен быть так это мы объяснили дальше берем целый кусочек и складываем их лицо к лицу вот таким вот образом мака закалываем это легкий способ самый наилегчайший способ другой способ я вам пришлю то есть сюда выложу сколько можно присылать идем на машиночку вот так вот удобнее так чтобы было и начинаем пришивать именно вот отсюда и начинаем пока не трогаем где мы не трогаем пока низ мы будем пришивать отсюда то есть это второй способ способ а может даже первый способ в общем способах я запуталась их очень очень много шьем вообще все сразу все 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 мелкими стежками убираем иголочки где-то где-то их линий голова моя далеко тихонечко идем по то есть заметили мы зашили плечи на плечи тоже с вами зашили так для настежка какая у меня два с половиной для настежка можно еще меньше сделать особенно на пройме вот так двушечку я сделала спасибо что напоминаете умнички умнички мои у меня один глаз сможет на телефон второй сюда и мы едем в общем всю пройму прошиваем надо было ручкой нарисовать вообще ничего не вижу два общеч потом посмотрим как попали попали или не попали в строчку где она там прям отсвечивает я буду придумывать на ходу фасоны чтобы было не так скучно мне потому что я не люблю шить одно и то же поэтому я сначала шлю такое платье потом следом в другое платье чтобы уж точно мне увидеть что выкройка подходит чтобы у вас все получилось сразу же так где-где-где вот он и вот такие вещи как трусишки да я не попал как трусишки и колготочки мы не будем в прямом эфире шить мы сошьем я сошью и вам выложу видео и закрепочку в конце сейчас я посмотрю насколько я не попала надо сейчас измерим вот тут если они совпадают все плечики у нас длина плеча то так оставлю совпадают так теперь мы вырезаем все это дело камеру надо крутить теперь ай вот так вырезаем по всем линиям обязательно на утюжке это все отутюживаем а сейчас я вам расскажу первый способ шьется вот здесь все шьется но оставляется небольшая часть где бы взять прям сбоку я оставляю такую небольшую вот дырочку чтобы через нее потом всю эту конструкцию вывернуть и потом когда отутюжим просто в общем не буду рассказывать тот способ я вам его пришлю чтобы не запутать вас совсем сейчас мы сделаем это платье вырезаем 3 миллиметр к оставляем вокруг если у вас ткань плотная даже если она не плотно мы сейчас еще сделаем разрезе ки чтобы вы при выворачивании все хорошо легло здесь мы разрезаем между вот этими швами и потом вырезаем потихонечку пройму гардероб самая любимая часть здесь такое такой полет фантазии тут делаем насечки небольшие здесь просто невероятно сколько можно всего сделать и ткани использовать разные вот различные я использую и от штор ткани и от той одежды что я себе шью в общем невероятная простор полет полет так теперь давайте-ка я знаете еще утюжок включу чтобы нам сразу его включился включился теперь берем пинцетик выворачиваем выворачиваем прям вот эти все плечики наши аккуратненько если ткань сыпется то прям аккуратненько выворачиваете а если она сыпется то лучше всего продублировать клеевой ткань хотя бы одну часть чтобы она вот у меня сейчас плотно меня джинса и лен это все от моих шортиков и от моего платьица ткани кусочки остались в дело их можно пустить видите они у меня не пестренькие они прям просто однотонные мне понравился понравилось сочетание мы сейчас сюда еще пустим хбшную тесьму вообще супер будет вообще не знаю что будет мы посмотрим что будет так что если у вас какие-то сомнения будут прям сюда фоточки кидайте какая какая у вас ткань я вам подскажу с чем ее можно сочетать если вдруг сомнения возникнут я думаю у вас не возникнут тут можно вообще можно все всю тюхать эти можно так сейчас на это все от утюжим нашим способом любимым я уж не вымётываю здесь эти маленькие детальки я пальчиками подмогаю себе с этой стороны пусть даже у меня там вы выходит этот кантик это не страшно все равно красивенько беленько все вот такая у нас деталь уха получилось теперь мы берем теперь мы берем ответ тесьму взяла такую я хочу ее прям сверху так на строчить сюда чтобы было она у меня будет тут код сидеть здесь я хочу чтобы это тесьма просто вот так вылазила и вот тут я хочу какой-нибудь строчкой такой вот красивый как бы обметать да и обметать и сразу же наложить строчку не шила так честно вам признаюсь просто хочу попробовать почему бы не попробовать что получится посмотреть но тогда надо здесь все срезать очень-очень ровненько чтобы синяя у нас не выходила за белую как неровненько получилось чтобы ровненько вот так измерим срезала сильно так смотрим здесь и теперь смотрим как лучше чтобы шла тесьма либо по этой стороне здесь тогда она будет вот так выходить кстати да кстати кстати мне это нравится вот так мы и сделаем тогда мы берем мы берем 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 ее начинаем пришивать значит здесь загибаем можно кстати даже другой ниткой но тут белый цвет будет хорошо смотреться если нитка будет другая знаете вот я думаю вот как я ее загну если она ее надо опалить просто если она возьмется главное не сжечь все это дело потихонечку так чух-чух-чух почернел почернело в чистом поле так ну ладно что не сыпется и так мы начнем я вот думаю какую чтобы мне с этой стороны сразу и обметалась а с этой пришилась то я возьму какой-нибудь строчечку какую вот какую бы выбрать строчечку вот такой 31 она будет как обметка идти самый большой ну и посмотрим что это будет тоже вот чтобы выходила ненамного а прям вот так вот ой вы не представляете как у меня тут пахнет пахнет как будто бы костры жгут так ну и начинаем я хочу чтобы у меня тот край тоже зацеплялся давайте попробуем что получится экспериментатор выбрала самую короткую самую медленно едущую строчку так что-то как-то надолго идет сейчас мы еще одну посмотрим вот так вот пойдет и мы еще делаем немножечко вот так вот за 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 в общем складочки сейчас посмотрим что там с той стороны у нас отпечатывается так девчонки вам видно да что я складочки закладываю прям не в небольшие складочки что-то упала где-то не хочет теперь смотрим что у нас получилось с той стороны с той стороны у нас вон что вот это вот лишнее надо тогда отстричь то есть это как зигзаг но он они такие у меня можно найти строчку такую интересненькую да и вот так отстрочить в общем вот таким образом здесь она выходит из-под а здесь она прям настрочено и сюда я ничего не буду тут якобы вот этот штуковина здесь я приклею вот такого котика пока у меня ровненько потом мы будем пришивать в общем платье-то готово девчонки уже все у меня здесь у котика флиз нет это не флис это как называется фетр флис фетр я им сейчас он хорошо приклеит если что-то другое то может отвалиться но фетр он будет держать потому что у него шуршунчики такие шуршунчики такие лохматый в общем ему есть за что зацепиться я его приклеиваю сейчас так что то там черненькая прицепилась вот вот так так что если клеим клеим что клеим вот эту тесьму приклеить не клеим точно не получится приклеить к платью потому что это она должна хорошо держаться это уже платье понимаете дети его будут вот мне чуть чуть тут не дошилась капелька дети его будут туда сюда тягать я просто смотрю на дочь свою как она снимает платье и поэтому клепки у нас вот я вам ссылочку пришлю на эти клепки это просто клад это просто клад знаете без них ну вот на этих маленьких клёпочках вообще неудобственно делать что-либо детям я сама не могу застегнуть а дети тоже наверное мучаются я все сужу по по себе поэтому делаем большими клепками и нам удобно и детишкам удобно и вообще эстетично и красиво и не надо долго мучиться пришивая маленькие пуговки или маленькие знаете если конечно не для ребенка да мы делаем а для женщины который все заказал это все то конечно можно и помучиться сделать маленькими пуговками у меня их целая куча я накупила я их так и так и не использовала в общем потому что вот эти ну надо накидные петли делать покажу вам давайте покажу вы еще мы будем шить тунику с вами если вам надо я вам покажу как это делать так начинаем вот так сложили вместе и узелочек нам нужно спрятать где-то вот так вот то есть начинаем пришивать с белого слоя белый слой и поехали также машинной строчкой платье двусторонние поэтому нам надо чтобы не было швов видно вообще сегодня слово вообще самое главное наверное в нашем вебинаре и вот так и вот так теперь поворачиваемся развернулись и поехали по синей стороне шить точно так же вот так за уголок взялись главное заиметь заклепочник там девчонки их так много и цены такие разные вот попробуйте его заиметь вы поймете как вам облегчилась облегчила эта жизнь я сама его только купила потому что поняла что это лучшее вложение купить такую вещь и спокойно делать вещи детские маленькие да я их и себе использую я себе на курточку поставила незаменимая вещь просто я еще выписала клепочек всяких разных там их так много звездочками что-то сердечками не знаю где они в пути затерялись надо сейчас зайти на алиэкспресс посмотреть где они вообще куда они поехали так вот так мы зашили с этой стороны у нас получилось вот так узелок вылез ха-ха-ха мы его сейчас туда затолкаем назад в глубину в общем та часть которая у вас будет главная да часть или как это назвать то не главная лицевая самая так хотя их будут носить и платье на ту сторону и на ту сторону это же вообще класс кладезь да гардероба сразу больше становится на целое платье ха-ха-ха-ха но оно у нас считается как одно платье так что не переживайте и тут наверное у нас даже больше чем 19 вещей выйдет потому что я вам буду еще способы показывать различные вот как не так сшить а чуть-чуть по-другому но тоже получается платье уже с оборочкой кстати вот с такой вот оборочкой вот покажу покажу сейчас я его доделаю что-то столько столько работы столько идей столько всего так выходим вот сюда и отрезаем девчонки ссылки все пришлю все пришлю ссылки вот пока не успел я еще выкройки вам не все прислала сейчас я их доделаю там все джинсы еще нам что-то еще куртку в общем терпение мои хорошие терпение все успеем так опять заходим сейчас я вот это вот прям посередине сделаю вот эту как она называется узел узелок она так едем опять пришиваем белую часть и теперь пришиваем синюю часть так я думаю что мы еще оденем кукле в этом наряде колготочки беленькие именно вот сюда беленькие подходят и туфельки сделаем так и вот скажите мне как мы будем с вами делать как вам удобнее сразу вот одевать кукле наряд или потом будем комбинировать как скажите как вам хотелось бы доброе утро а где берете кружева на али или в магазине девчонки вот все беру у нас в магазине все 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 и вот эти штучки вот эти вот и пуговки маленькие кстати можно и вот эти вот посмотреть на али клепочки я кроме клепок на алиэкспресс ничего больше не беру так вот такая у нас получилась вещь нашла куда выйти узелком молодец теперь давайте померяем на куклу трусишки я вам еще пришлю как шить не будем их в прямом эфире шить да и мы пришли уже чуть чуть другие конечно сделаем чтобы не так как там были у нас в первом этапе так вот такое оно получилось специально заплела куклу чтобы не мешались хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп кружева расплетается что нам не надо было бы сейчас мы его вот так вот прижмякаем снова запах этот вот так я его все таки притяну иголочкой вот у нас кружево продается там где продаются нитки молнии иголки ножницы даже заколки там всякие разные продаются в общем у нас дядька один молодец предприниматель он так прям такой магазин еще сделал а там еще рядом ткани в общем рай для рукодельниц там вышивки куча там пряжи еще продается в общем что только там нет я туда всегда ныряю там и тесьмы всякой разной полно так закрепили чернота дальше смотрите я смотрю клепку и самое интересное что смотрите вот у нас клепки я буду использовать одну голубую с этой стороны а вот с этой белую у меня еще остались беленькие то есть тут будет белая чтобы у нас не выделялось и это все позволяет делать в общем вот так все вот так будем их комбинировать их тут так много разных цветов что просто вообще супер так на эту сторону давайте померяемся на эту сторону будет такой беленькая и понимаете тут уже можно и куртку другую подобрать будет вот именно вот к этому беленькому наряду да то есть комбинации будет вообще невероятное количество потому что вот вы смотрите какое оно нежненькое получилось такое платье шкалетненькое такое платьице да вот ничего сюда больше добавлять не буду оно просто само по себе нежненькое платьице и если мы оденем на белую часть то куртка одна подойдет если на эту часть то куртка другого цвета тоже подойдет то есть такой вот полет я вам говорю невероятный просто так то есть одна выкройка а у вас выходит куча вещей понимаете это поэтому по этой выкройке мы уже третье платье делаем я его загружу 3 3 загружу а то я тут размышляю сама с собой а вы думаете а где это третье покажите его так сюда я синюю ставлю а сюда я ставлю беленькую так сейчас теперь надо настроиться так сюда пойдет беленькая туда синенькая все и смотрите как это все делается легко вот такой приборчик не надо ничего долбить стучать просто нажали и все и она зажалась вы его чувствуете прогресс какой я я вообще невероятно сейчас бы мы не знаю сколько бы пришивали эти крючочки кнопочки помните да в первом эфире мы кнопочки пришивали долгий процесс столько времени чтобы пришить кнопочки здесь две минуты и готовы тут даже можно вот этим шилом не пользоваться ткань сама раздвигается и сюда и ничего не надо менять главное смотрите это это не реклама девчонки это это жизнь которая диктует чтобы экономили время просто экономили время смотрите раз больше не буду клепку ставить одной клепки достаточно оно просто такое разлетающееся платьишко все вот с этой стороны они белые это чувствуете ну посмотрите какая милота красота то есть все можно слов у меня в общем нету так ну что мы платья сшили теперь будем шить что мы будем а я не знаю что мы завтра будем шить я буду думать вот какой какое придет вдохновение может курточку колготки я сошью сегодня выложу вам видео чтоб мелочи эту не трогать уже так ну что переключаюсь на себя послушаю ваши вопросы вопросы ой встану вот так вот вот она сейчас я ее застегну застегну так вот оно платье получилось одно что-то цвет не передает он голубенький у меня так и второй фасончик сейчас померю тоже посмотрю издалека насадки не надо мне не надо ничего менять я говорю там прям раз 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 прям вообще вот раз раз и не надо ничего долбить я помню я просто когда клепки ставила на одежду я мужа просила сама делала это ой долбишь долбишь молотком ну мне есть с чем сравнить поэтому я говорю что это просто невероятно знаете какая красотень беленькая такой прям летняя летняя вот то есть шьете прям вот по из любой ткани вообще из любой вот сейчас я использую прям обычно да видите без рисунков без всего но к этому можно будет курточку подобрать с рисунком уже такая яркая чтобы была в общем у меня уже полет пошел так что готовьтесь вместе полетим вместе будем сейчас все делать вот к этому платью можно курток нашить целую кучу и и к и к и к и к и к и к и к и к в общем у меня прямо ну что полчаса у нас с вами и у нас все готово значит сегодня выкладываю еще одно видео потом потом не говорю завтра будем шить потому что сама еще не придумала не знаю у меня нет вот честно говоря нет плана вообще нет плана но я знаю что мы точно с вами красоту сотворим это я точно уверенно и знаю бог нам в помощь так мои хорошие вопросы у вас если есть говорите я сама прям любуюсь прям на эту красоту вы видите в эфире рождается всегда что-то интересное вот я бы так бы и не села бы шить шила шила какие-то вот эти вот лохматушки да такие в общем уметь надо шить все любые платья я с вами сейчас тоже это все у меня будет двойной гардероб потому что перед тем как вам сюда выложить я еще шью пробую как это будет выглядеть на кукле чтоб выкройку скорректировать но все остальные выкройки я вам выслала пока не скорректированные остальные я еще доделываю мои хорошие есть вопросы если нет вопросов пойдем творить дальше тишина ну все хорошие мои прощаемся тогда до завтрашнего утра все точно так же да полчаса это платьишко маленькая а давайте с пальто сделаем с береткой на осень сделаем мы все сделаем и шапки сделаем и пончу сделаем и ботфорты сделаем я вам все сюда буду отправлять мы вообще все сделаем и пальто на осень все 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 вы кидайте что хотите и пижаму сделаем там кто-то хотел пижаму сделать я думаю это так легко зачем ее тут делать мы сделаем весь гардероб все как хотите и шубу можно сделать Главное, кидайте идеи Спортивные И спортивные, да, вот, кстати, я не подумала О спортивном костюме В общем, вот эти все выкройки Их можно прям, вот знаете, вот Комбинировать, переделать Вот посмотрите, действительно, один раз лучше увидеть Чтобы потом комбинировать и делать В общем, мы с вами, знаете, друг друга Вот так вот Заводим Все, прощаемся Спасибо вам огромное Новогодний костюм, новогодний костюм Так, а какой там А, можно, да, можно Снегурку сделать, да, точно Точно, точно, пока не пришло Я о праздниках пока не думала Я повседневную одежду Все, значит, завтра Встречаемся в это же время Со своими идеями, приходите И вопросы, прям попробуйте сразу шить платье Выкройку я вам прислала на почту Снегурка, да Встречаемся завтра, мои хорошие Пока-пока Мы сегодня плодотворно с вами быстро поработали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова